суровый веб тот самый подкаст от uweb design из челябинска предлагаем вам успокоиться с этим вашим джеваскриптом делаем градиентный текст с помощью css вставать в 5 утра это факин изи вставать в 5 утра это факин погнали по техасцу из спринфилда из-за симпсонов в воздух сразу стрелять и по стикеру из телеги всем привет с вами подкаст суровый веб проекте webdesign выпуск номер 226 вот у нас сегодня уже 11 марта но начали мы еще 10 марта здесь сидеть меня кстати зовут александр гончаров меня кстати зовут никита раз даже если вы думали что у нас перепутаны голоса то это не так это не так и что у нас еще перепутано с тобой сегодня слушай у нас еще перепутано сегодня то что тот кто никогда не путается пишет нам на урок собак ее design.ru сам понимаешь такие люди они не путаются они просто пишут нам о том что они хотят продвинуть свой бренд или или что-то еще и мы здесь может по лебедичу просто у меня на стене даже вешать какие-то плакатики кстати да распечатать баннер просто или что-то такое в принципе не возбраняется блин дерьмо я же свет хотел улыбать чтобы я был темно ладно я наконец-то постер дэцела свой повешу думаешь он из оттуда нам оплатит рекламу я не знаю work собаковой design.ru если вы можете оттуда или не отсюда оплатить нам рекламу но на самом деле на work собаковой design.ru вы можете написать какие-нибудь предложения я облился чаем например чтобы я не обливался чаем вот короче пишите work собаковой design.ru первая тема реально предложить чаем не обливался ну как-нибудь именно какую-нибудь непроливайку мне под детям там соску пустышку я не знаю это знакомые слова какие-то в общем первая тема у меня написано никита написано как за 10 лет изменилось потребление видеоконтента в россии это написано у меня в слайке а я открываю тему фаерфоксе потому что все темы мы открываем через фаерфокс а вместо гугла мы используем дагдаг гоу это сейчас причем кто-то сейчас подумает шутки юмора а это не хой-хой это в натуре хой-хой в этом веб-панке как все-таки за 10 лет россии изменилось потребление видеоконтента как ты думаешь 10 лет назад вот самое распространенное на чем смотрели видос не видосы а кино наверное еще 10 лет назад на дисках рипы в аишках были хотя может уже были мквшки но наверное вот такие рипы которые скачивали просто в локальной сети где-то как-то на торрентах или чё или 10 лет назад реально еще на сиди диски писали и ходили покупали на барахолках вот как здесь написано да здесь написано что дивидишки еще тогда были ну не сиди но дивиди и их прям практически уже катками давили настолько много пиратской вот этой вот всей продукции настолько вообще хотели избавиться от пиратской продукции побыстрее и вот давили катками 10 лет назад дивидишки ты дивидишки покупал сам вот честно ходил да конечно было было то есть у тебя есть спаленые первый домашний кинотеатр именно то есть поддерживал пиратскую продукцию тогда еще понимаешь но не было во первых не мы такие же не такая ну допустим во вторых ну это это банально здесь же написано 75-80 процентов российских дисков были пиратскими то есть я-то думал что вот эта вот коллекция фильмов раз с расселом крау это он сам подписывал там афтограф внутри я тебе больше скажу он сам нарезал то есть почему у него оскар вот маркером сам подписывал на диске маркером сам перманентным подписывал нюхал его сначала вообще да с ты с одной стороны прав что не было с другой стороны если мы не поддерживали было бы все как у нормальных людей и стало все как у нормальных людей потому что перестали поддерживать в угоду многих факторов дивидишки ушли на убыль потому что стал интернет хороший 10 лет назад и вообще в начале десятых годов как здесь написано на рынок пришло умное телевидение в кавычках смарт-тв для просмотра фильмов стали не нужны диски или другие внешние носители только телевизор с доступом в интернет в 2011 году в россии было продано около 500 тысяч таких устройств ты все еще без смарт-тв сидишь через apple tv то есть ты в 2010 еще даже не появился тебя там даже не видно киберпанк 2005 у тебя да просто опять же в тот момент когда в 2011 году было продано они реально дерьмово работали то есть они тупили тормозили и как бы в общем и в целом хорошим экспириенсом это было не назвать я в то время вовсю подключал системник прям системник hdmi в телек и мнил себя гением вообще денег потому что но в хорошем качестве смотрелось это все как-то и да мне тогда уже был безлимитный интернет в общем это действительно было удобно кстати если кто помнит тогда же когда и вот это вот смарт-тв вот пошло еще фейковое когда хреново работала и тупила тогда еще вот это было фейковое 3d на телеках ты по-любому помнишь было что телек упаешься в 3d но да были такие штуки и они даже же первый канал переделывали типа в 3d но чё-то как-то не прижилось часто вот их нет в 3d первый канал ты имеешь ввиду владимир владимирович выходил объемный да 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 или там очень мало было нет никак в аватаре прости господи во все синие владимир владимирович это еще всем фору даст и аватаром ну там больше частей у него да я согласен выходит конечно второй аватар сняли по-моему такой там запланировали части 4 что-то такое вот и чё ты как-то дальше планов дело не дошло а у нас здесь все у нас по плану куда так вот и тогда же еще одно важное изменение большой рост мобильного интернета то есть 2010 году им пользовались только 12 процентов россиян а в 2019 там через девять лет уже 61 процент соответственно развитие технологий сильно ударило по рынку dvd и сами производители отходят от этого формата количество релизов на dvd дисках сократилось в шесть раз кроме того многие стационарные компьютеры и ноутбуки выпускают без встроенного дисковода уже тогда и тогда поперло тогда поперло и в 2012 в россии уже пришел айтюнс полным шагом полным ходом мы-то с тобой еще айтюнс и вообще айос использовали с американским магазином то есть с американским аккаунтом в магазине киберпанк 2005 да да у нас был киберпанк 2005 и наши все приложения я помню ой-ой-ой мы там что-то мудрили хренили потому что приложения там что не переносились купленные приложения в story айоса не переносились на русский короче там были какие-то такие проблемы у нас потом вроде что-то переносилось как-то удобно я напомню перенеслось перенеслось то есть оно именно ты жмешь вроде бы купить и сишься что сейчас у тебя спишут деньги а он тебе пишет что ранее была уже куплена версия другая и скачивание будет бесплатно да да правда пару раз я так что-то купил ну покупка конечно легко деньги возвращали конечно там особенно если внутри игровая тема куплена то все уже это помню вернуть было ну рестор перчесис у меня в крипах до сих пор работает я в крипах внутри игровые все левелы seasons pass купил еще на американском аккаунте до сих пор жму восстановить покупки все восстанавливаю ну смотри нормально сразу там золотые значки там все до свидания так что в общем они как-то нормально это умудрились сделать я только помню то что обратной конвертации потом уже нельзя было делать из русской обратно в американскую но в одну сторону можно было сделать да и вот айтюнс попал на русский рынок в 2012 и уже естественно с фильмами я помню там не было вообще как-то не сериалами ли то ли с тиви шоу то ли сериалами была какая-то проблема проблема в том что они не русифицированы и да и только фильмы фильмы тоже не уверен что все русифицированы честно скажу но я помню я покупал и у меня все еще на моей русской учетной записи есть джеймс бонд например купленный который можно смотреть в 1080 разрешение у меня хоббит да у меня по-моему первый хоббит что-то из толкина из толкина там не толкинг сожалению там же вот так вот но это ладно мы опустим первый хоббит да неудачная покупка можно вернуть значит айтюнс пошел пошли другие ну тут реклама вообще одного не побоюсь этого слова кинотеатра или так это они это их блог да это их блог здесь полностью естественно про них в основном стараются но мы не будем на них только останавливаться зацикливаться мы как бы про всех говорим так вот представители онлайн кинотеатров считают что история просмотров рекомендаций также мотивирует людей платить за легальный продукт это почему поперло алгоритм анализирует поведение пользователя на сайте чистоту визитов выбор контента и старается предугадать его интересы персонализация дает сервис бой делая сервис более личным и придает ему эмоциональную ценность то есть люди которые перестали на dvd как смотреть и перестали пиратить только из-за того что во-первых у них классно все подстраивается под них им рекомендуют их любимые там боевики мелодрамы детективы плюс качество контента выходят фильмы быстрее и лучше в онлайн кинотеатрах чем хотя быстрее я бы поспорил но по крайней мере по качеству много лучше чем пиратский контент который нарезают там чем пиратский но например не не лучше чем блюрей потому что тебе трейты которые на блюриках и конечно все равно потоковое вещание пока не может достичь это да и это да и вообще еще одна причина по которой люди стали платить за контент пиратскую продукцию стало тяжелее найти то есть мы помним в какой-то момент здесь написано с 2013 но и в 2015 очень сильно началось блокировки пошли от роскомнадзора то есть стали блокировать всякие торренты различные и людям реально уже тяжело стало скачивать и уже надо реально свою жопу поднять чтобы найти какой-то пиратский а тут что за 99 рублей там за 69 в прокат взял тем более не обязательно тебе покупать эти фильмы ты можешь один раз посмотрел и тем более если ты знаешь что фильм не такой уж себе там и на десяточку хотя с другой стороны он не на десяточку зачем ты его покупаешь но допустим взял в прокат и смотришь и балдеешь дешево сердито быстро классно не на ничего даже не надо поднимать вообще руку практически только с пультиком нажимаешь и поперло вот сейчас в россии потребляют много пиратского контента написано в статье по результатам опроса медиаскоуп 63 процента респондентов согласно с утверждением зачем платить если в интернете все можно найти бесплатно при этом два года назад так ответили в гораздо больше людей среди опрошенных 61 процент готовы смотреть рекламу ради бесплатного контента ситуация постепенно меняется в лучшую сторону как бы себя преобадривают немножко и вичи такие да в лучшую сторону меняется и в общем то в принципе в целом как мне кажется дальше тут тоже опять же всякие рекламные ходы и всякие разные объяснения для тупых чё и как сейчас действует транзакционная модель подписка я думаю что для наших зрителей и слушателей и так всем понятно что там все это можно в разными методами покупать или брать в прокат мы с тобой давай просто подумаем как вообще стало ли лучше жизнь или мы скатились или мы капитализировались или мы все еще веб-анархисты и скачиваем и друг у нас скачивают или вообще как стало лучше веселее жить проще от этого или все то же самое может быть это развратило может быть вот как тебя лично ну слушай давай начнем с того что мы с батей наверно года полтора покупали и вот потому что просто там ну во первых реально год назад это был типа стандарт де-факто но там тоже уже ну начинались око как мы знаем статьи око начался еще 2011 вот но они там как бы не сразу начали именно онлайн кинотеатр развивать у них там видимо какие-то еще физические бизнесы были как как нам кости сказал вот и у них короче не очень стабильно все было то есть у них реально ты заходишь они бандиты что ли были у них заводы были или чего ворка физические кинотеатры начали скупать не купили кара фильм или там формулу кино какие-то сети вот эти и это типа питере ты идешь и не в кинмакс как у нас приходишь а в око приходишь я кстати видел ты ржешь а я видел в москве не может быть вру но мне кажется я видел в детском мире там есть кинокомплекс как бы еще дополнительно и там уже написано что это чей-то либо око либо еще либо иви ну да 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 ок я не ржу я понимаю что да так и есть вот и теперь мы оплачиваем ок во первых потому что там чуть больше подписок за 400 рублей так во вторых потому что у них приложение как-то поинтересно так и в третьих у них больше сейчас промо коллаборации но типа оскара например они транслировали официальная трансляция в россии была на око ну ты имеешь в виду они занимаются им дали вот они занимаются да 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 и кроме этого я не помню нет юфси на уинке был по моему это для аудитории уинка точно юфси согласен вот кстати говоря например если мы говорим про эксклюзивы око есть эксклюзивная подписка старт и там именно российские сериалы и там их не то чтобы око снимает по netflix а он покупает на них права просто эксклюзивные это в общем означает что сейчас они эксклюзивные через 20 лет может уже и не будут эксклюзивные потому что просто сейчас у них эксклюзивное право на показ этого контента и там на самом деле если вот ты прям ну такой прожженоч русский и смотришь там данилу козловского там эту бортич я не помню как и александр так ты понимаешь это их попсовых русских актеров которые у нас в лифт газетах рекламируют там это кредиты какие-то там вот то ты идешь на око вот этот старт и там можно просто жить вообще в этих русских сериалах они еще все знаешь смотришь они все как фильм питер фм примерно и как сериал мажор я понимаю это сериал мажор при этом достаточно ну как бы очень дорого выглядят хотя питер фм тоже дорого выглядят и эти сериалы выглядят уже норм ну уже не как-то сел мажор на netflix и показывают качественно дорого и там снято нормально ну да его же цикавыч продал так что в общем в целом по моему нам же опять же кости говорил сериалов 5 всего проданы на netflix российских и все они цикалочные все верно сделал заморачиваться за качество контента да и видимо на этом и зарабатывать так вот да и просто давай так мажоров я смотрел оба сезона и там реально очень круто мне прям нравится там и драматургия на уровне и снято все охренительно и даже нету знаешь абсолютно тупорылого говна типа как у гая ричи что ты смотришь и ты просто ну ты не веришь происходящее ну что типа так не делается так в жизни не бывает так так не бывает да 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 сценарий хороший да и актеры в общем нормально сыграли короче говоря вот такой есть в око вот эта подписка старт а если мы говорим про уинг погоди погоди я сейчас на паузу тебя поставлю а смотри ты подписку оплатил волка но это же не факт что у тебя же все равно платные фильмы какие-то да то есть у тебя только козловский самое главное это самое главное что там к сожалению есть все еще фильмы которые он ли платный но условно новые звездные войны я не входит естественно но логично это было бы это они в трубу вылетели если бы они это делали за там 300 400 рублей а почему ну то есть мне кажется на нетфликсе все равно можно посмотреть или нет не знаю к сожалению мне кажется не знаю не могу даже предположить не могу на мне что-то кажется что это везде платно просто прикинь короче хотя это как с музыкой вот музыку можно любую же слушать неважно вышел новый альбом у айрон мейдена или не вышел поймут в какой-то момент что они теряют тупо бабки и все просто наверное очень дорого все таки купить себе вот так вот в подписку все посмотрят по подписке еще вся это у тебя все деньги эти улетят короче за секунду каких-нибудь мстителей одних только посмотрят ну да я нет мы с тобой не будем зачем мы с тобой сейчас капиталисты отмазаем согласен должно быть за 10 рублей все вообще все просто ну музыки же реально все ну да и это ни у кого не вызывает не вызывает они конечно конечно я уверен что вот это вот хреновина именно киношная она до этого же уровня дойдет потому что даже вот apple arcade это считай уже тоже все игры за там сколько она стоит не помню сколько она стоит тоже там сто или сто тридцать или сто шестьдесят там не все игры конечно или все ну все игры которые вот для него есть и опять же но там их достаточно много уже они реально разноплановые и в общем и в целом ну как бы я тебя понял но это тоже шаг какой-то хотя бы поэтому я не знаю нас насчет того развратила это кого-то не развратила я могу так точно сказать что я в общем и в целом я все равно качестве что значит на дивидишках покупаешь это значит что если супер классное что-то то я в любом случае наверное куплю blu-ray ну кублю вот нет ну слушай и куплю в том числе то есть я реально ну так это же это ж надо blu-ray проигрывать или иметь это надо иметь blu-ray проигрывать и чтобы видеть качество нужно реально хорошие 4к и нужен телек конечно то есть в противном случае это просто бессмысленно это опять же оверкилом становится и ну как бы тупо становится поэтому да это нужно к этому нужно подготовиться это можно стремиться не подготовиться неважно в любом случае вот условно я люблю сериал там лучше звоните соу так он вообще хоть где-нибудь есть на русском ну вот официально я не сомневаюсь я знаю что netflix есть типа на русском сейчас но я не знаю я думаю субтитры я думаю субтитры там все то есть вот на таких вещах субтитры то есть такое должны винки покупать и чтобы гоблин переводил то есть это во это его аудитория лучше звоните соул мне кажется достаточно это же бандитская все равно тема правильно ну да и конечно они же обсуждают у них сейчас на канале рубрика разбор брейкин беда тупо они тупо каждую серию разбирают 40 минут 40 или час вот сколько примерно серии идет иногда меньше иногда больше они тратят на обсуждение этой каждой серии и они уже третий сезон сейчас обсуждают учитывая того что сезонов там 5 как мы с первой темкой у нас также третий сезон уже обсуждаем короче просто мне кажется для винка идеально было бы выкупить гоблича выкупить права на то чтобы локализовать такое и переводить то есть не у всех конечно не блин не все могут так себе позволить в основном субтитры наверное ну или всякие всякие кубики в кубе которые просто сами перевели и ставили рекламу с бет ну вот короче смотри чему и у иви тоже какие-то есть эксклюзивные штуки вот типа что подписчики платформы первыми увидят эти фильмы после показа в кинотеатр там какое-то именно возможно смещение на неделю возможно возможно но недели от не очень много вот когда месяцами ждешь фильм на который ты мог сказать кино я вам все равно скажу честно если может так не то чтобы итог подводим но как-то хочется к завершению вот эту темку про телеки и вообще про видео контент перейти онлайн кинотеатры хорошо телеки это хорошо но как аттракцион как мне кажется как аттракцион кинотеатры вот кто-то говорит что умирают кинотеатры знаешь я не могу сказать что кинотеатры умирают не то чтобы я какие-то исследования читал но как мне кажется все равно ходят туда очень сильно как на аттракцион посмотреть кино на большом экране на сильном звуке может быть в окружении незнакомых людей на мягких сиденьях с попкорном хотя мы это все многое из этого можно дома сделать но с тем не менее вот этот большой экран и вообще кино и премьера это мне кажется ходят еще туда и ну если вы посмотрите опять же на каких-нибудь там мстителей как они собирают в кино вы вам не покажется что кинотеатры умирает физически смотри я читал немножко исследования по этому поводу будем завершать первую тему ну давай в кино ходят в основном подростки то есть это в принципе такая тема что завалиться после уроков там или вместо уроков или там перед парами или вместо пар и так далее то есть это в принципе ну либо подростки либо там детей водят в кино так никогда думаешь когда это было когда-то взрослые ходили сильно нет естественно это всегда так было ну да и я уверен что вот опять же ну как бы мстители это но не сильно взрослое кино 50-летним людям это не так интересно как 20-летний 15-летний вот поэтому в общем и в целом я не знаю исходя из чего а вот эти сервисы подписочные и так далее это больше для стариков потому что ну опять же у подростков понятно что сейчас есть богатые там подростки и так далее но в принципе достаточно накладно тупо оплачивать подписку ради того что ты там будешь тупить я не знаю в ноутбук у тебя может еще ноутбука нет то есть поход в кино это тусич это как бы ну это другое поэтому мне кажется что эти штуки они хоть и будут отнимать рынок друг у друга но мне кажется вряд ли какая-то из них сожрет другую это странно у них свои ниши согласен свои ниши да и просто я вот плохо себе представляю подростков мы считаем подростки вот допустим чувака 9 класс какой-нибудь чтобы чувак в девятом классе на полном серьезе пришел и сел смотреть вот так вот подписку на телеке они пошел затусить с корешами там или просто как-то расслабиться по прикольному вот это короче это какие-то именно занудные девятиклассники приходят дома и ока смотрят то есть уже тоже старики приходят короче какие-то а так натуре я думаю таковых особо и нет то есть ну реально это самому себе держать подписку это ну это для девятиклассника наверное накладно он лучше эти деньги там я не знаю на кока-колу потратить или там на энергетике что там сейчас девятиклассники пьют или там киндзе на водку но неважно но это просто это не будет соответствовать тому ритму который обычно идет у девятиклассник то есть наверное будут такие девятиклассники которые там бати на подписку смотрят или которые реально там завтракал но это но они уже категории они уже категорически приветствует я думаю вот именно они уже смотрят лицо со шрама в губинском переводе как бы и кайфу хорошо хорошо вот мы про телеки немного заехали нам интересно в принципе мнение у нас чуваки интересуются таким или нет потому что окажется сейчас если все на нетбуках 11 диагонали смотрят вк видосы то к сожалению мы тогда не в ту аудиторию попали и нам интересно что напишут в комментариях по поводу вообще кто где смотрит кто как кто девятиклассник кто какие пьет энергетики нам все это интересно пишите в комментариях я всегда призываю в принципе да нам нам любой фидбэк всегда интересен особенно если он в тему если он в тему это вы поставьте только этот тайм-код да потому что мы тупые забываем мы тоже как бы как раз окка больше вот к этому и уже забываем о чем мы там рофлили а потом ха прикиньте да я я пью так какой-то энергетик мы такие чубик чему он это сказал вообще какие энергетики у нас вроде в тем как там про или про билла гейтса ну да хорошо пойдем дальше дальше кстати у нас тоже такая популистская херох героина следующий ну да согласен почему бы и не вставить такую но билл гейтс билл гейтс что вы знаете купил себе электрический порше тайкан вместо тесла хорошо во первых давай так есть такая машина порше тайкан тайкан ну да есть и она электрическая она электрическая хотя выглядит она как суперкар как ламборгин как porsche она выглядит ну как бы но но электрическая но ей почему-то из боковинки подходит зарядочка от айфона такая длинная думаешь она также разлагается как айфоновская она в общем даже выглядит как будто это бензозаправка в общем в целом в целом то да в целом да но мне всегда интересно как вообще они выбирают название для поршей porsche там такое что за тайкан это какой-нибудь птица какая-нибудь я не знаю кайман это ну крокодил же да то есть если мы говорим про тот porsche тайкан не знаю не знаю что такое ну ладно и чё билл гейтс чё он учудил он чё учудил вместо того чтобы потратить условные 80 тысяч на теслу это модул с стоит 80 тысяч это топовый тратил 100 ну да модул с это топовая это 80 это базовая комплектация я не знаю кстати вот давай так я уверен я больше чем уверен что у нас есть такие подписчики которые знают весь модельный ряд тесла наизусть может быть хотя бы они могут ездят на какой-нибудь ну вот это вряд ли а вот знают модель все модели это стопудово потому что вот это же прям ну по детям знать все марки машин и там какие у них комплектации но при этом не заработать и 1 миллион там да условно вот этого всего там но был же момент когда какие-то дети там какие-то дети интересовались там bugatti условно или какими-нибудь я не знаю сейчас скажу альфа ромео вот этими вот итальянскими машинами которые в общем не очень светит это знаешь это это короче вот мне всегда интересно на ютубе люди там типа велсакома снимают видосы про тачки причем про дорогие тачки и мне всегда интересно вот эти миллионы просмотров там но у него не миллионы допустим 100 тысячи просмотров на тачке и же смотрят есть вообще отдельно блогеры которых мы тоже знаем которые только про тачки снимают я уверен там аудитория если у канала нажать там будет скорее всего аудитория знаешь типа до 20 не до 15 от 45 типа люди которые люди которые уже ну типа реально смотрят чтобы купить и и короче люди которые просто 6 тачки которые уже опять ударились в детство то же самое что до 15 после 15 ты понимаешь что все жизнь закончена ты не можешь ничего купить это до 45 длится там 45 кризис все меняется и ты заново ну да то есть оно оно странно очень напишите вообще что вы об этом думаете знаете ли вы этот модельный ряд вот но если вернуться к белу гейтс он вместо того чтобы потратить восемьдесят тысяч на модул с который здесь из калифорнии как бы но типа типа поддержать практически своего до производителя он потратил 150 тысяч на parche take on а вот почти в два раза больше это опять же базовая версия вот и у ну еще же он написал то ли в твиттере то ли где-то короче говоря он написал что я иногда купил parche take on это очень очень круто это мой первый электромобиль я получаю от него большое удовольствие так вот гейтс отметил что электрокары все еще уступают бензиновым автомобилям по запасу входа хотя влияет на изменение климата в положительную сторону также сооснователю microsoft не понравилось дорогое обслуживание если раньше он тратил на 100 долларов на обслуживание задних зеркал теперь тратить 1500 что именно называется обслуживанием задних зеркал если особенно учесть из задней это зеркала бокового вида то на рендере их вообще не видимо на рендере их не обслуживаю так может быть их каждый раз приделывают новые за 1500 поэтому их нет на поэтому они столько и стоят ну как вот это очень странное предложение я почитал комментарии как это мне свойственно я люблю почитать комментарии какой-то те которая меня заинтересовала и там тоже рофлят про это что типа а чё это за 1500 у него ну как бы к нему при приставлен раб который за ним бегает и протирает постоянно или что ну то есть это странная какая-то сумма вот что касается того что там что-то я вижу что там у илона маска у самого немножко жопа отлетела от этого там один из чуваков ну просто какой-то и twitter юзер меншнул именно илона маска по чувак я разочарован что это люди посмотрят интервью с биллом гейтсом типа поверят ему ну то есть блин это ж билл гейтс инфлюенсер и начнут покупать да не теслы а что-то другое порш тайкан и типа что вы думаете ну в смысле понимаешь даже дело же не в порше тайкан а в том что есть еще какие-то электрокары потому что я больше чем уверен что у большинства американцев когда ты говоришь электрокар у них просто слово тесла в башке всплывает и все нет других электрокаров да я думаю хотя между в основном но хотя на самом деле там или даже у меня ну то есть серьезно это настолько уже илон маск позаботился о том чтобы слово электрокар ассоциировал с его компанией что в общем и в целом очень сложно выходить на этот рынок и ну да действительно сам факт того что билл гейтс приобрел что-то другое просто нам как минимум заставляет людей просто посмотреть а какие вообще бывают электрокары и увидеть что в общем то ну как бы mercedes тоже работает над электрокарами и вообще в принципе целая ну это рынок и возможно даже и американские электрокары есть кроме тесла возможно у виллака есть электрокар я сам не знаю потому что опять же там у форда да форт мустанг электрокар смешно да форт пони вот ну короче говоря как минимум ну и илон маск ему что-то ответил типа а вообще его разговоры с белым гейтсом были довольно заурядными ну типа что-то так себе мужик а нифига а вот то есть то чтобы отлетела жопа на что-то он его так цепанул странно вот поэтому я не знаю что об этом сказать вообще вот у меня вот эта фраза хотя влияет на изменение климата в положительную сторону вот эти постоянные шутки а возможно и не шутки по поводу того что для создания огромных аккумуляторов во первых для создания аккумуляторов нужны всякие редкоземельные металлы которые там рабы в африке добывают и так далее вот как бы не очень уже влияет да на окружающую природу если только мы окружающей природой не считаем только растений ну аккумулятор тоже надо куда-то сдавать это же как батарейка и они отдельно перерабатываются их тоже нужно отдельно перерабатывать и это тоже как бы это сейчас пока электрокаров мало мало это в общем ну ну окей надо как перерабатывать и они еще и новые почти все а спустя 20 лет когда уже будет миллионы электрокаров и миллионы уже разряженных вновь говнище аккумуляторов хрен его знает плюс опять же электроэнергию которая вырабатывается для того чтобы на вот этих электро подзарядных подзарядников работать она тоже берется из из сжигания чего-то ну то есть может быть это конечно атомная энергетика но не важно как бы это все это все очень большой вопрос по поводу там влияние на изменение климата в положительную сторону это как бы цыплят по осени считаю я кроме короче кроме климата я чё думал это еще в основном сделано не только ради климата понятно что вообще-то все говорят что ради климата но как только нефть закончится будем ездить на них я вот как думал как минимум но раз там тоже что-то надо сжигать там больше что ничего не может закончиться я просто не очень понимаю в жизни то есть если допустим нефть закончилась предположим мы все на электрокарах у нас все нормально будет мы же сможем ездить типа сможем потому что электростанции все нету ну как бы таких нефтяных есть углевые которые уголь сжигают гидро и есть гидро есть я знаю это можно даже тачку не покупать вот да можно туда все деньги кидать и все газовые в основном электростанции новые а газа как мы знаем если нефти хватает типа на 50 лет если вдруг сейчас на нас в нефтяной метеорит какой-то там не упадет или метеоризм то газа хватит типа на 200 лет это уже прям сильно больше за 200 лет реально можно придумать какой-то биотопливо с говна там и так далее вот поэтому и собственно с автомобилями та же самая история сейчас все больше и больше автомобилей на газу поэтому нет такого что нефть закончится все на электрокарах нет в основном конечно газовых будет все ездить это уже идет сейчас электрокары в какой-то момент там могут стать как 3d телевизор то есть да будет пшик какой-то будет да но в долгосрочной перспективе возможно нет потому что ну как бы очень много звездочек договоре здесь но посмотрим посмотрим я даже не знаю что еще об этом сказать давай последнее еще просто помечтаем если бы ты сейчас у тебя было бы все возможности купить электрокар на какой бы ты посмотрел вот как билл гейтс который я просто любитель мерседесов поэтому я бы в их сторону смотрел как минимум но еще бы я бы попытался все-таки отнекиваться и купить обычные бензиновые автомобили я вот это не люблю приженство все электрокары но это понятно я имею ввиду у тебя нет выбора отнекиваться если нет выбора значит мерседес на себе да мерседес ну опять же там показали вот если я сейчас загуглю мерседес электрокар так вот и там ну там как бы вот этот концепт который на в лас-вегасе то в этот раз представили вот и там досвидос чё тоже загугли то есть выглядит получше чем даже этот porsche блин не е-класс к сожалению показывает вместо не надо е пищи электрокар прямо причем по-русски electric car так вижу достаточно футуристический выглядит ну вот да поэтому у него даже значок не снять похоже он как-то там его включает как на экране значок выключает а интересно интересно история я бы вот в эту сторону смотрю а ты что я не знаю у меня какого-то нет предпочтения я к сожалению не знаю кто еще выпускает ну я просто чтобы не слизывать чтобы не слизывать ну давай чё не загуглили какой-нибудь у чего еще есть у audi например audi ну вот пишет и тоже немецкий автопром ты просто мне кажется больше ни у кого он на тебя тоже пуглиял пижо что ли не мне кажется тоже нет да и у ауди может роль сроиз есть может и есть просто я вижу картинки но не понимаю что из этого реально ну понятно там же мог любой хоть кто фотошопе сделать бред какой-нибудь и да я даже волос-роиз загуглил там что-то какие-то просто несуразный бред сразу появляются а не факт что это вообще есть поэтому конечно какие-то рендеры короче интересно интересно с одной стороны прикольно шевроле шевроле спарк или не знаю не знаю что-то шевроле вот не хочется не знаю там причем с камерой именно вид и там вид только изнутри интерьера экстериора нету совсем они еще такими безобидными всегда делают электрокары по ну по виду не такими агрессивными а именно все электрокары они надутые хотя тесла возможно это тесла она выглядит как обычный автомобиль шевроле спарк это маленькая писька очень это короче как приус да я видел я уже кстати приус можно рассматривать тоже как замену электрокару просто это же по факту она гибрид но она гибрид но да да согласен согласен она тоже дутая кстати почему их дутыми видимо кстати да ну видимо ты должен излучать именно с собой какую-то поддержку природе не только внутренне но еще и внешне не бы видно да не быть борзым чуваком хорошо по мечтайте в комментариях какую бы вы купили электронную машину электронная машина мы идем к следующей теме следующая тема у нас это смарт-тейп его design.ru слэш смарт-тейп ссылка на реферальную ссылку ссылку на наш хостинг он во-первых наш он во вторых он мы его используем уже очень много времени уже больше чем dvd диски наверное когда раздавили катком думаю да катком начали давить мы уже вовсю на смарт-тейпе были это правда конечно поэтому your design.ru слэш смарт-тейп если вы доверяете нам то смарт-тейп тоже можете смело доверять если какие-то у нас технические новости по смарт-тейпу саня технических нет у них все как всегда прекрасно и когда выходят новые какие-нибудь интеловские процессоры то их сразу же можно арендовать в серверах в дата-центре смарт-тейповском который называется дата про вообще из новостей есть другая хрень мгу имени ломоносова теперь на смарт-тейпе сам понимаешь это тоже не хрен собачий это так-то серьезные ребята в мире науки в мире ломания носов вот да мы с тобой когда туда кстати поступаем уже не знать причем я не знаю туда можно поступать или нет да можно и не поступать я тебе так как мы сделали в принципе хорошо то есть серьезные пацаны там работают с ними да да ну такие серьезные как x5 ритейл группы перекресток например тоже альфа банк достаточно серьезно кстати ни разу не было такого чтобы я стою значит в магазине от x5 ритейл группы и что-то у них там зависло на серверах не было такого нет поэтому чуваки по моему доверяют x5 ритейл групп доверяйте и вы ссылки все в описании и сделать чтобы x5 было у нас сани у каждого по x5 электрическая причем конечно переходим дальше следующая тема у нас css на тема как добавить градиентный оверлей к тексту с помощью css три шага три шага в данной теме если вы не проделайте все три хорошо может не получится поэтому все три сделать вот к сожалению к сожалению они тут не очень сложные начнем с первого первый шаг это добавить градиент как бэкграунд то есть для вашего класса градиент текст ты показываешь да главное показывать да я показана показывать для класса градиент текст причем наверно кто-то если слушает наш подкаст ну который думает что чуваки просто рассказывают какие-то популистские темы потом нисхрена класс градиент текст а дальше джаваскрипт будет просто чуваки вырубились но и тем не менее для класса градиент текст у вас в css нужно бэкграунд имидж прописать и написать ему лайнер вот этот линеар градиент и написать все вот эти вот штуки это первый первый шаг обязательно сделать и причем можно бэкграунд сайз сто процентов еще написать чтобы как бы полностью полную ширину покрывала градиент на хреновин это окей первый шаг сделан написали одна строчка буквально соответственно тут написали какой градиент цвета будут от какого к какому как я понимаю правильно ну да и под каким градусом под каким углом степ второй второй шаг короче второй шаг это клиппинг за бэкграунд у за текст вам надо короче клипнуть немножко бэкграунд клип сделать делаете соответственно бэкграунд клип текст и получаете то что короче тут какие-то приколы с тем что у тебя по всякому может градиент заворачиваться хотя я кстати не уверен что это на этом шаге про это возможно и даже на третьем на этом шаге про то что бэкграунд проявляется только вместе текста вместе расположения текста текст становится как бы маской для бэкграунда ну вот пишите это текст fill color transparent делаете это второй шаг третий шаг третий шаг как бы здесь написано что вообще в принципе это круто но не везде поддерживается везде поддерживается градиенты вот такими методами с первого и второго шага потом давайте добавим для всех остальных браузеров великолепно тоже поддержку и хотя бы просто такой небольшой подстраховочку просто бэкграунд колор напишем чтобы хотя бы если что хотя бы бэкграунд колор был какой-то вот все это пишем здесь написано как сделать для нашего класса градиент текст вот дальше для градиент текст бэкграунд колор и бэкграунд имидж тоже пишем здесь вот по моему как раз написано что некоторые браузеры не умеют конически закручивать градиенты поэтому нужно написать как бы фоллбэк для конического градиент вот и как бы еще иногда надо обернуть по-хорошему рапером спан вот здесь они заворачивают текст ваш вот и естественно классом дать градиент текст даем класс градиент текст здесь кстати показывается очень красиво как при наведении оно происходит да здесь они еще ховер сделали так что в принципе да здесь прикольно сделано тут даже градиент из многих цветов но собственно это цвета радуги как вы догадались уже да и при наведении там во-первых размер градиент меняется и из-за этого он просто весь окрашивается в один цвет ну что бэкграунд сайз теперь больше и первая полосочка которая из него она соответственно тоже там шесть раз больше она заполняет все она все заполняет и здесь написано еще экстра такой прикол что еще вы можете сделать это вы можете сделать разделить например на два класса на градиент бренд праймари и на градиент текст и разделить чтобы было удобнее в градиент бренд праймари убрать бэкграунд калор и и вот этот бэкграунд имидж в текст клиппинг отдельно градиент текст отдельно только короче про текст все темы убрать ну вот собственно вот таким не очень замысловатым методом в три шага причем один из шагов можно схалявить там не делать вдруг вы такой тип короче прогрессивный пацан вам не надо никакие фоллбеки просто практически в два шага условно сделать красивый градиент особенно если у тебя тут написано что экстра экстра нужно ну вдруг часто нужно будет использовать себя брендирована эта тема везде использовать то можно вот разделить классы использовать каким-то красивым то есть мне кажется прикольно тебе как на еще не прикольно то что в мазиле не поддерживается конический градиент как раз если ты смотришь второй пример там где сара эльфоль с хейм пос хейм пос хайм я бы даже сказал вот там просто красный текст просто красный как раз фоллбек как это в хроме выглядит должно понятия не запускал я тоже меня здесь даже на компьютере хрома я тоже нет у меня есть хром но я тоже не запускал да в первом экзампле мы видим собственно как это работает во втором я думаю там то же самое только скручено все ну да да видимо это как-то все в сисечку такой сосочек в центре уходит и и распределяет цвета вокруг и сразу кулера должны крутиться очень сильно после таком кстати может быть вот так вот мы тряхнули css стариной css абсолютно старина градиент старина мы сейчас еще джаваскрипт стариной тряхнем причем стариной в прямом этого смысле прямом смысле этого слова потому что я пришел уже никите сказал а сейчас еще раз всем вам говорю ну ка темка вообще-то 16-го года причем реально чувак перевел эту статью вот на хабре да и ты даже при наведении на оригинал видишь что там короче слэш блок слэш 2016 слэш 03 слэш 06 ну да он же и сам в дисклеймере сереньким пишет статья написано в марте шестнадцатого года некоторые примеры устарели примечание переводчик главное чтоб текст не устарел а мы сейчас поймем устарел на линию вот здесь короче говоря дама эвелин вудс которая иви а мы с тобой с ее блога темки обсуждали и опять же открою секрет мы и эту темку уже обсуждали именно в оригинале и возможно в шестнадцатом году может как бы в семнадцатом ну короче говоря когда она была по актуальней мы ее обсуждали и короче говоря мы тогда тогда были сильно на ее стороне так вот а сейчас я кстати не готов сказать что я сильно на ее стороне но то есть в общем и в целом да как ты помнишь ты что-то помнишь да это все вспомнил да ты тоже вспомнишь вот эта картинка с твиттером мы прям ее обсуждали долго что типа если отключить джаваскриптов ты в твиттере не можешь сделать вообще ничего несмотря на то что некоторые вещи вполне могли могут фоллбекаться в что-то нормальное ну то есть смотри вот что я люблю а я действительно так люблю когда есть вот эти причем я не знаю зачем мне это надо ну то есть я никогда не отключаю сам себе джаваскрипт я никогда не делаю там что типа я не знаю открыть в отдельном окне или что-то еще то есть когда ссылки ведут себя как ссылки но почему-то мне все равно прикольно когда это используют то есть условно когда я могу правой кнопкой на сердечке кликнуть скопировать ссылку и пользователь который по этой ссылке перейдет он сразу лайк поставит например ну типа там будет get параметр какой-нибудь лайк равно 1 типа что поставить лайк вот или там я не знаю что-то такое хотя бы там с поп-апом каким-то открытым уже чтобы страница была я просто как разработчик в том числе у нас в наших интерфейсах последнем проекте было прям требование что вся погенация всякие штуки они должны быть не джаваскрипт он ли они должны быть так что ты можешь правой кнопкой во первых открыть в отдельном окне и он тебе открывает в отдельном окне с сохранением состояния приложения ну хотя бы до какой-то понятной стадии понятно что они сохранить эту шуты форму там перед заполнил какую-то вот но хотя бы что у тебя уже открыто там третья страница погенации и при этом открыт поп-ап редактирование там там пятнадцатой заявки на третьей странице погенации вот чтобы он вот такое сохранял и это было в ссылке все поэтому в принципе я в тот момент когда мы а это требование кстати возникло не сразу поэтому нам пришлось многие куски кода перепилить потому что чтобы это были валидные ссылки вот как минимум ссылки это были понятно что нам пришлось еще в интерфейсе на ссылочные параметры завязать какие-то там поп-апы открытия и так далее вот ну что типа знаешь там через вопросик mode равно там edit или mode равно create и он смотрит в том какой у нас mode указан в зависимости от этого показывает разный поп-ап там или тип того кроме этого нам пришлось это еще все все кнопки типа кнопки все кнопки закодировать как в валидные линки то есть валидные ссылки вот я это люблю это действительно прикольно почему бы и как бы так не заморочиться не делать но здесь опять же если говорить про твиттер там были абсолютно абсурдные примеры типа что вот этот вот контейнер реплай ту ими который ты же возьмешь типа чтобы написать ответ на этот вид это не текстерия это просто див там с классом текст вот и это сделано как она выяснила чтобы для того чтобы там в был стилизация текста подсветочка всякая внутри текстерии ты не можешь стилизовать текст особо то есть он у тебя про текст текст а тут чтобы сразу ты писал и у тебя если ты написал собака там что-то это было выделено там жирным что типа ты обращаешься ну-ка всякие вот такие штуки и они в угоду вот этому красавкам они пожертвовали тому что ты если выключишь джава скрипт даже ответить не можешь потому что это не текстерия ты не можешь просто заполнить в ней нажать enter и отправить пост запрос здесь все на аяксе и здесь это еще и не из валидных формовых элементов состоит ну то есть как бы все минусы да выглядит как очень либо что-то кривое либо это задумка такая ну вот я не знаю сейчас я тупо лень было проверять сейчас как но то есть может быть twitter даже и под исправился хотя честно говоря сомневаюсь тем менее вот это это первый параметр то что просто банальный интерфейс становится не юзабельным здесь и вот если мы уже как раз ее набор претензий используем то тут смотри кто-то на медленном компьютере кто-то на медленном соединении кто-то на телефоне то есть на медленном соединении с spacecraft и на медленном компьютеры кто-то застрялся старым браузером на компьютере которая не контролирует на работе в школе библиотеки и так далее не контролирует компьютер он пытается напишать не написать небольшую программу которая взаимодействует с вашим сайта у которого нет api ну то есть типа парса в какой-то ты на пытается загрузить копию вашего сайта что почитать короче тут много штук Даже из которых часть реально ненадуманная Ну то есть Медленный компьютер, медленное соединение В 2К20 уже менее актуально Хотя опять же, учитывая, что некоторые сайты Сейчас, как она там пишет Весит 40 мегабайт Вот, они еще все в оперу Загружаются получается, в смысле в оператив Я понял У тебя получается, если у тебя там 10 вкладок Это уже 400 мегабайт Вот, тупо оперативки Вот страницы в статике жрут Ты даже еще на них ничего не делаешь И они уже жрут Вот, здесь, конечно, да Особенно она говорит Это когда вот Это страница отдельного одного тнита 40 мегабайт Ну то есть Там нету столько контента Чтобы 40 Это 6 килобайт текста И все Ну как бы и показывание его Если бы там были просто ашки И там текстерии И что-то еще То как бы это все было В разы бы меньше весело И да Вот То есть она сильно очень ратует За классическое поведение ссылок Ну знаешь, что мне еще понравилось Кроме вот всего очевидного Что ну Надо как-то осаживать коней И делать Ну не джаваскрипт Он ли дерьмо А хоть какой-то интерфейс Который хоть Ну как-то валиден Потому что здесь, разумеется Это все Никакую валидацию не пройдет И вообще это не сведес Вот Есть Оказывается Горячие клавиши Слэш Которая запускает Поиск в браузере Типа поиск на странице То же самое, что Ctrl F Угу Так А вот Ctrl F запустился Да Так вот И она говорит, что Очень многие сайты Абузят И вешают На вот этот слэш Чтобы поиск на сайте Активировался И я короче Жму и на хабре Так Да Так на хабре Это, кстати Я вообще не знал Что есть, во-первых Это горячая клавиша Я такое знаю Потому что у нас на работе Это было реализовано И это с помощью плагинов делается То есть уже многие плагины Такое Ну не многие Какие-то плагины Уже есть И они поддерживают Вот эту тему со слэшем И Плагины на что? В прил надо это встраивать? Ну встраиваешь Да Ну что-то такое вот Да То есть ты именно встраиваешь И у тебя потом слэш Он реагирует на твой поиск И У нас специально отключали Потому что в какой-то момент Надо было там Где-то нужно вводить Специально Текст И чуваки Пишут слэш Типа знаешь Там что-нибудь пишут Слэш чего-то И у них вместо того Чтобы он вводится В текст-эрию Он просто Скидывает в поиск Тебя перекидывает И ты такой Твою мать Что происходит И там начинаешь дописывать И понимаешь Что ничего не сохранилось Короче Ну в общем Я вот этого вообще не знал Что есть такая горячая клавиша Что что-то это И что И она здесь Указывает много таких Ну типа где-то там Прям даже Ctrl-T Не работает Или там Ctrl-V То есть Ну то есть банально Не работают Какие-то базовые штуки Типа там Переключение вкладок И так далее Вот И она опять же Она здесь радует О том У нее видимо реально Медленный компьютер Был в тот момент Потому что она утверждает Что у нее Некоторые сайты По 20 секунд Грузятся Вот Если у меня нет проблем Сейчас с интернетом То я таких сайтов Честно говоря Не встречаю Прям реально По 20 секунд Что-то грузирует Может быть у нее Либо интернет медленный Ну такое может быть Знаешь Интернет медленный Себе сделать Проще Чем сделать хороший интернет Так что Ну да Ну и в общем Она вот говорит Что у нее Именно фризится Интерфейс На этот момент И все Просто катастрофа До свидоса Она ничего не может И соответственно Блокируется еще Если плохо Написан код То на это время Даже зачастую Блокируются Вот эти дефолтные Действия В браузере И это Типа вообще тупняк Тебе приходится Именно мышкой Выделять другую вкладку Ужас Закрывать туп Потому что Ну на клавиатуре Да Я понимаю Некоторые вещи Может быть надуманные У нее Но в общем И в целом Вот такое вот Аксессибилити Это же тоже Можно назвать Аксессибилити Вот Я тупо Знаешь Мне просто нравится Как я так сделаю Это вот сейчас Сегодня мне вот Делали водопровод И Мне просто вот Понравилось Что все под прямыми Углами То есть Нету кривых Труп Чего-то там Идет под углом Как-то Все четкими Классными Прямыми углами Даже там Знаешь Есть такой Фитинг Называется Обвод Обвод Это когда у тебя Труба Должна пересечь Как бы Другую трубу Но ты Припаиваешь К ней Вот этот Обвод И она Его как бы Обнимает Там Именно Такой Как Коромысло Кусочек Впаивается И из-за этого У тебя Не нарушается Ну то есть Тебе не приходится Отгибать трубу Она просто Огибает Пересекающую Ее Так И идет дальше Под прямым углом Вот Виктор Который мне Делал водопровод Он даже Такое Использовал Вот Только чтобы Красиво Было Классненько И прикольненько Ну я понял Что именно Как в играх Трубы Когда они Все всегда Под прямыми углами Не бывает Такого Что они Какие-нибудь Скошенные Ну да В общем и в целом В принципе Большинство Фитингов Которые Можно приобрести Это либо Отвод Под 90 Либо полуотвод Под 45 Но ты же сам Понимаешь Что сами Трубы Ты как бы Отвод Ты сделал А трубу Ты можешь Наклонить Как угодно И ты ее можешь Чтобы ну как бы Сэкономить Либо длину трубы Либо сэкономить Еще один отвод И вместо Двух уголков Под 90 Можешь просто По диагонали Пустить Ну да И как бы И все Вот тут без этого Тут он нереально Все классно Под прямыми углами Сделал И ты как бы Понимаешь Что очень часто Этот водопровод Вообще Какими-нибудь Сайдинг панелями Закрывает Или он там За ванной Где-нибудь идет И это не видно Вот Но ты когда видишь Что человек Делает классно И ну заморачиваться За такие мелочи Ты просто Ну ты это ценишь И тебе приятно От этого Вот мне когда Нормальная Аксессибилити Со ссылками С текст-эриями И всякими такими Штуками Мне тоже просто Приятно Я может быть Это и использовать Я даже не буду Но в общем И в целом Просто тупо прикольно Что люди так Заморачиваются И я сам В своей работе Тоже стараюсь Это делать Ну то есть Если можно Сохранять Состояние Пользователя Открыт у него Попап Или нет Почему бы Этого не делать Вообще Ну то есть Зачем быть Дерьмовым работником Которому Ну то есть Это можно делать Типа чтобы потом Получить задачу Доработать интерфейс До этого момента Вот И типа еще там Ну Какое-то время там Поделать эту фигню Которую ты сразу Должен был сделать Но блин Во-первых Ты ее можешь Сразу делать Чуть дольше Чтобы Ну и Доделывать Вот до такого Состояния А во-вторых Ну Надо на совесть Работать Как-то так Че ты хочешь Неплохо Неплохо Я в общем Мне нечего добавить Достаточно В закат ушел Своим выводом Что надо на совесть Работать Давай Знаешь что Все-таки Мы как оценим Сейчас Мы с тобой Все еще Продолжаем поддерживать Эту статью Или Мы Уже начинаем Сомневаться Я вот У меня Вообще Никак не изменилась Точка зрения С 2016 года Походу мы на месте Топчемся Потому что Мне нравится Чтобы Было сделано так Чтобы Любой чувак С любым интернетом Было Я понимаю Что это сделать Сложнее Дорого Тптт Не такие цели У проектов У некоторых И так далее Но классно Когда это сделано Приятно И отдельное спасибо Им Вот именно У меня тоже Мнение Не сильно Изменилось А у меня Реально Изменилось Только в том Что Я бы хотел посмотреть Как у нее сейчас Эти сайты Открываются Просто Ну да Был какой-то Переломный момент Когда сайты Внезапно Стали весить Сильно больше Потому что Там 100 тысяч Депенденсис И так далее Вот Ну на практике Просто интересно Что еще у нее Там как А вообще Конечно Тот что сайты Весят по 50 мегабайт Хотя на них Ничего Это полное говно Это реально Ты открываешь Много вкладок И мой вот Старенький MacBook Pro Я терплю реально боль Я тупо пользуюсь Браузером А я уже не могу Потому что Я открываю 5 даже вкладок И это при том Что Safari Как-то умно Менеджит вкладки И он Неактивные вкладки Сгружает Из оперативки Все равно Это просто Ничего нельзя сделать И это Конечно Печально Ну Видимо у нее Мой MacBook Просто Поэтому Может быть у тебя еще У нее прошлый твой Вот именно И это тогда я буду Ну Просто Да Можно Можно офигеть Сипуку Совершить Какое-нибудь Давай Короче Вместо Сипуку Расскажем Про то Как стать Настоящим Ниндзя Давай Ты расскажи У тебя Тема Мощная У тебя Мощная У тебя там Не только горло У тебя там Жопа Надо смочить Короче Patreon.com Slash YouWebDesign Платформа Где можно Нас Поддержать Вот если Короче Вы такие думаете Пацаны Из YouWebDesign Бедные Задолбались Уже 226 выпуск Делают Как можно Им Мотивации Дать Как можно Им Вот это Вот Какие-то Слова Добрые Сказать Где Это Все Можно Сделать На Patreon.com Slash WebDesign Заходите Туда Выбираете За сколько Вы хотите Нас Поддержать Там Есть Разные Абсолютно Разные Награды За это И самое Главное У нас Будет Некоторые Обновления Скоро На Патреоне Причем Очень Приятные Об этих Обновлениях Мы скажем Я думаю Уже чуть Попозже Мы как бы Постоянно Скажем Когда уже Свершится Вообще Мы уже Сказали Об этом В пришел Мы сказали Об этом В пришел У нас есть Некое Пришел Потому что Мы с Саней Каждый раз Разогреваемся Перед подкастом На самом деле Просто нам Нравится Поболтать Сначала Без тем Потом с тем И вот без тем Это то самое Пришел Которое мы записываем Там оно По часу идет Каждый раз Иногда чуть меньше Но в основном Где-то около часа Короче Просто Разговоров На отвлеченные темы И там Короче Отдельная Прикольная Хреновина Я просто Может быть Если вы Как бы Не знаете Чего это такое Вы можете послушать У нас есть Пришел На канале Открытые Там одно Может быть Пришел На канале Открытые А можете Просто Будет два Будет еще 225 выпуск Который уже Собственно вышел Когда вы слушаете Когда вы слушаете 226 И вот Вот это Пришел Соответственно Вот такое У нас там Каждую неделю Да Ну либо можете Сами попробовать Нельзя пропустить Нельзя Можете попробовать За один бакс Всего лишь за один бакс Если вы просто Наш патрон То вы слушаете Пришел Получаете его Каждую неделю Практически Плюс-минус Поэтому Поэтому Patreon.com Slash Webdesign Сделайте это Сделайте Do it Да Do it Just do it Конечно Конечно Давайте Patreon.com Да Patreon.com Slash Webdesign Этот же лозунг Do it Just do it Можно просто Применить К последующему К последующей темке Давай Вставать в 5 утра Это fucking easy Пишет нам Никита Калмогоров На vc.ru Никита Калмогоров Что-то знакомый Я бы его послал В жопу Если честно С таким Заголовком Но Ты мне интересно Как ты это размотаешь Пока я в жопу Вас вместе с Никитой Калмогоровым Посылаю Легко 5 утра Пошли вы 2.29 Он пишется Смешно Да Калмогорович скоро Проснется А мы еще даже Не спали Смотри Он во-первых Пишет здесь Что он Себя считал Раньше с собой Всегда просыпался После полудня Теперь встает В 5 утра Сразу скажу Встает он В 5 утра Уже больше года Ну У него уже были Обращения В больницу Пока нет Пока норм Возможно Он там и встает В 5 утра А ну там да Там сначала Укольчик Как раз Вот И он рассказывает О том Ну Типа Зачем Он сразу говорит Мотивация простая Это дополнительные 3 часа продуктивной работы До 8 утра А в 8 что? Спать теперь? Ну в 8 он уже Видимо на работу идет То есть он именно Ну идет На работу А надо идти Женому Так он лох Мы про лохашт Закрывай тему Ну ладно И он до этого Сидел С 9 до 12 вечера Вот И для него Они уже например Менее продуктивные Потому что силы работать Уже особо нет После основной работы А он видишь Именно хочет На себя Что-то еще делать Пэт проекты делать Рисулькать Там Все хотят Но в 5 утра встать Это же Факин Факин hard А не факин easy Вот И он Он просто считает Что Давайте Прогматично Посчитаем Но если мы Эти 3 часа Посчитаем И это каждый день То это Дополнительный год Работы На каждые 8 лет жизни Если Собрались жить До 80 Это дополнительные 7 с половиной Или 7 с половиной лет Или 65700 часов Именно Хардкорной Продуктивной работы На себя Если я в 5 утра Буду вставать То я до 80 лет Не проживу Да Я думаю Не считай Первые 20 лет жизни То есть он Только с 20 Рекомендует Это знаешь Как поститься Рекомендует Только подготовленным людям Так вот Вставать в 5 утра Только начиная с 20 Он рекомендует Потому что иначе Ну реально Можно даже до 20 Ну ладно Нам еще Раунд Да Если вы все еще верите В 10 тысяч часов Для достижения мастерства Наши любимые 10 тысяч часов Я кстати не знал Что это Общепринято Я думал Это прикол Придуманный Нашим с тобой Общим знакомым Хорошим Вот нет Видимо он Не прикалывался Когда нам так говорил И тем более Не придумывал Он походу Сам ничего не придумывает Я вот Смотрю на его В принципе Все Замашки Я понимаю Даже Я возможно У меня есть предположение Кто это придумал Он сначала убирается В квартире Потом Закидывается Клонозепамом И потом Клонозепам Да Да верно Так правильно Мы об одном человеке говорим Да Так вот И он говорит Что многие думают Что работа ночью Самая продуктивная Потому что никто не мешает Но на самом деле С утра еще меньше мешают Поэтому Слушай Давай так Я тебе сразу скажу У меня никаких Я думаю сейчас Ни у кого вообще Вот кто слушает Сомнений в том Чтобы Встать в 5 утра И это классное время Для того чтобы сделать Вообще любое Любое дело Абсолютно Ну кроме сходить в магазин Потому что Может быть там не работает С 5 утра Вот кроме этого Встать в 5 утра Это классно И вообще Вот это время Которое у тебя будет Во-первых Не один человек Встает в 5 утра Ты можешь Позволить себе Сделать Все что угодно Вот для тебя Поэтому Никто не поспорит Что плюс Вообще вставать В 5 утра Это классно Но Как это сделать Твою мать Ну Это вопрос Желания То есть он Методику То здесь дает Но зная Эту методику Все равно Ты вот Не пойдешь И не будешь Это делать А может быть Меня привлечет Методика Ну смотри Может быть У меня батя У меня батя Чтобы ты знал Встает в 5 утра Он даже без 10 и 5 встает Потому что ему К 7 на работу И на нее еще Ехать надо Поэтому он В принципе Всю свою жизнь Встает в 5 утра Ну по будни Вот И я не знаю Не готов я тебе ответить Что он на себя Там по 3 часа Тратит А по выходным Сколько Во сколько он стоит Тут не сказано Нет Не батя у тебя А батя Я понимаю что тут не сказано 9-8 Ага Ну это его То есть его не сбивает Ну то есть его не сбивает То что он По выходным Как бы этот график свой Получается сбивает Да нет Ну ты же понимаешь Может его первые 10 лет Избивало Но сейчас ему уже 100 Поэтому в общем В целом Как бы уже наверное привык Я понимаю Я понимаю Сейчас он Угу Ну просто Это же реально Либо каждый день в 5 утра Либо как ты в выходные Высыпал А потом как в понедельник Это же надо Ну ты просто В воскресенье Рано ложишься То есть у тебя воскресенье Короткое Как сокращенный рабочий день Вот у тебя сокращенный Выходной день Потому что ты как бы Позже встал Но зато Ну ты сильно раньше лег Но опять же Мне кажется Если ты реально В 5 утра встаешь По будням То ты в выходной Ну в 7 ты встанешь И то ты будешь Себя ненавидеть За то что ты 2 часа На Pet Project потерял Хорошо Подожди Ну давай Давай про чувака Давай про чувака И как методика Давай А потом Смотри Во-первых Сразу скажу Сразу точнее Это он сразу Оговорюсь Он все свои теоретические знания Подчерпнул в книгах Why we sleep И циркадий И он здесь Оговаривает Некие циркадные Ритмы Так Ну-ка Вот Я не знаю Что это Этого нет в статье Это нужно самому Это циркадные Да Ну нет Здесь циркадные То есть Типа практически У нас Организм Предназначен Так В 5 вставать Ну А вставать С петухами С рассветом Да С петухами Да Так вот 17 простых правил У него в методике Вот И видимо Я их буду прям Тупо зачитывать Ну давай Первое Не пытайтесь перестроить Свой организм За ночь Короче Он говорит Что По 18 минут Каждый день Сдвигайте будильник Классе Раньше 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 Да Все Это понятно Второе Ложитесь спать Минимум за 8 часов До пробуждения И он говорит Это не значит Что нужно спать Именно 8 часов Нужно Чтобы вы 8 часов В кровати лежали И у вас организм Знал Что 8 часов Можно поспать Если вдруг Будет там Бессонница И вы будете спать 7 часов А час Проворочитесь У вас один хрен Мозг отдыхает Пока вы так ворочаетесь Даже если вам кажется Что это не так Вы в глубокую фазу Все равно Скорее всего Войдете Я кстати не знал Потому что у меня Такое бывает Я иногда Реально Ворочаюсь И не уверен Что это защит Я всегда думал Что это не засчитывается Вот видишь А здесь Дело не в том Самое это время Не засчитывается Но после ворочания Шанс Что ты впадешь Сразу в глубокую фазу Он больше И соответственно Вот здесь Вот здесь он же Говорит Что играет роль Только глубокая фаза Сколько ты дремлешь Это практически Для мозга Не имеет значения Важно только Сколько ты в глубокой фазе Провел И типа Ну Вся методика Состоит в том Чтобы сделать так Чтобы ты максимально Рано в глубокую провалился Желательно сразу Уснул в глубокую И у тебя Чтобы не было Выхода из этих Глубоких фаз Вот Потому что Если ты там Храпишь Ворочаешься То это уже Ты не очень в глубокую Мне кажется Я вообще никогда Не в глубокую Я просто слышу Все еще Я вообще знаю Жизнь Я просто Я живу 24 на 7 Ужасно Что ты хочешь сказать Я кстати Вот когда я сплю По 10 минут Мне интересно Я сразу в глубокую Проваливаю себя Потому что Это помогает Вот иногда это помогает Спасает Допустим Если башка болит Ну ты знаешь Это может Я знаю Если башка Да Но башка же болит Ты может быть Спазм сосудов Снимается Например Или что-то такое Но мозг Может быть И не отдыхает Ну ладно Идем дальше Включите фильтр Голубого света На всех устройствах На закате Это у меня все Включено Даже на вене Включите черно-белый Фильтр На мобильном В 8 вечера Это в смысле Что темную темку Пятое Перед отходом Ко сну Принимайте горячий душ В скобках Расширение капилляров Поможет охладить тело Ну когда ты вышел Ты займешься Да Перед отходом Ко сну Полностью проветривайте Комнату так Чтобы она охладилась До 17-18 градусов Потому что В скобках Засыпать проще Засыпать проще В холодной комнате Это да Это понятно Хотя Я вам скажу Ну когда холодно Все-таки Ну плохо засыпать Да нет Классно То есть это надо При этом все равно В теплое дне При этом ты в одеяле Конечно У тебя ты дышишь Прохладным воздухом Но в общем и в целом Ты в тепле Да Вот так это надо сделать Убедитесь что К моменту пробуждения У вас в комнате Будет 22 градуса тепла Потому что Просыпаться проще В теплой комнате Это факт Конечно Просыпаться в холодной комнате Это самое страшное Все что может быть Это полное говно Хочется не просыпаться Восьмое Купите дешевый светильник Который будет включаться На полную В 5 утра у вас в комнате Или какие-нибудь умные лампочки Которые будут включаться В 5 утра Очень важно для подъема Прямо облить себя Максимальным количеством света Так Ну то есть Он нам рассказывает о том Как сделать Чтобы стопудово проснулись Несмотря на то Что это жутко бесит Мне сразу Если не свет так включать Во-первых Сразу хочется Ну у меня сразу Вьетнамские флешбеки И сразу хочется Мам еще 5 минут А во-вторых Это просто сразу Столько адреналина Выделяет в кровь Что я Мне кажется Это даже и не очень полезно Но собственно Он об этом дальше Будет говорить Вот 16 пункт Я просто забегу Он реально по смыслу Забудьте Про поспать подольше И про тучу будильников Потому что каждый раз Когда вы резко просыпаетесь По будильнику Идет дикая нагрузка На сердечно-сосудистую систему Не изнашивайте ее Вставайте сразу То есть лучше Только один будильник Переживать Потому что будильник Это как бы встряска Каждый раз Если ты провалился И тебя это будет У тебя резко сразу Ну вот Я Блин Я уже Я уже износил Я уже износил Я постоянно С десятого будильника Встаю Ну вот видишь А в Apple Watch Я смотрел Там реально пульс До 130 подскакивает В момент пробуждения По будильнику То есть Вот здесь Он не врет Хотя он может Везде не врет В общем В целом Но да Девятый пункт Не пейте ничего Содержащий кофеин После полудня Потому что Полураспад кофеина Восемь часов Чай крепче белого Часто содержит Больше кофеина Чай не пить После двух дня Вот это на меня Не работает Ну то есть Опять же Не работает Уснуть то я могу Может быть Глубоких фаз Меньше В этот момент Понимаешь И из-за этого Ты меньше высыпаешься То есть Ты вроде уснул Вроде проспал 10 часов А из-за того Что ты черного чая Влил бадью Как я сейчас На подкасте Я влил Ты как бы уже И да Ты у тебя только В 6 утра Первая глубокая фаза Пошла В 8 ты уже встал Или в 7 Или в 6 В 6-10 5 Так Вот да Десятый пункт Приобретите простенький трекер Который считает Глубокие фазы сна Старайтесь Чтобы глубокие фазы сна Были длиннее Простенький трекер Я напомню То ли Костя говорил То ли я сам гуглил Самое лучшее Вообще По фазам сна Вот этим счетом И так далее Это либо купить Смарт пилу Умная подушка Там внутри подушки Короче Говно Которое тебе На смартфон твой Отправляет Инфу О том Как ты ворочаешь Как ты дышишь Там микрофоны Вот это все Так Вот И второй вариант Это специальные Именно Медицинские девайсы Они в форме яйца Их надо под подушку класть Но они соответственно Тоже палят Как ты ворочаешься Перекладываешься Там И так далее И тому подобное Поэтому Строят Тебе прям график Сколько у тебя минут Когда были глубокие фазы Это уже Что-то сильно прошло Яйцо класть Ну Вдруг еще вылупится Можно попробовать Привожение Sleep Cycle Или Sleep as Android В скобках Там не нужны Дополнительные девайсы Но лично у меня Они трекают Хуже браслета Ну потому что это говно Это смешно Это именно Телефон там Только слушает Твой храп Ну короче Смешно Чем меньше храпа Тем лучше качество сна Но это и так понятно Потому что кислород Не прекращая поступает Нету задержек дыхания Вот этого всего Двенадцатый пункт Поиграйте с высотой подушки И посмотрите Какая высота подушки Идеальна для удлинения Глубоких фаз И уменьшения количества храпа Понял То есть можно именно Ну как бы Полусидя уже Начинать спать И может быть Ты так будешь Больше высыпаться У тебя правда Артроз будет Какой-нибудь шеи Да у тебя Варикоз будет Ног Не знаю Ну и так Тринадцатое Желательно не потреблять Калории за 3 часа До сна В скобках Вообще не есть То есть только Есть только пить Воду и легкие чаи Сахар, мелкие Снеки и молоко Это калории Вот Во-первых С этим Ну как бы Не то чтобы сложно Но об этом Надо помнить То есть это тоже Нужно выработать Тупо привычку И скорее всего Опять же Пока у тебя переваривается Ты не в глубокой фазе Понимаешь Да То есть опять же Это ну Это все Да Четырнадцае Не занимайтесь спортом За 2-3 часа до сна И не принимайте Холодный душ Перед сном Кортизол убивает Качество сна Так Кортизол это гормон Я не помню какой То ли стресса То ли какой-то там Ну короче говоря Никаких физических Таких нагрузок Видимо опять же Это все ведет к тому Что именно фазы Будут не те Потому что я Как бы Обычно после физической Нагрузки наоборот Ты плюхаешься И спишь Да Но видимо Не так спишь Вот Пятнадцатое Не проводите время В кровати Если не можете уснуть По мне Полежать час Хотя Это странный пункт Который не вяжется С тем Чем мы обсуждали Ну вот Странно Если мы реально Вернем Вернемся Ко второму пункту Вам не нужно 8 часов сна Вам нужно 8 часов в кровати С закрытыми глазами А пятнадцатый пункт Не проводите время В кровати Если не можете уснуть Ну окей Допустим У него Какое-то Расстройство Все-таки Чем больше Вы так делаете Тем сложнее Будет засыпать Если вам не спится Встаньте И поделайте Что-нибудь продуктивное Потом Когда устанете Ложитесь дальше спать Ну то есть Если понимаешь Что уже не спишь То надо идти Что-нибудь Пописать Или пописать Я пописаю Обычно И нормально Дальше Дальше можно Еще весь день Спать После того Пописан Шестнадцатый пункт Забудьте Про поспать Подольше Про тучу Будильника Ну соответственно Это мы уже Сказали И семнадцатый Не пейте алкоголь После полудня Обратите внимание Что такое-то Пить лучше До полудня Тогда С утра Накатите Вот именно И весь день Свободен Алкоголь Может создавать Видимость Упрощения Отхода Ко сну Но он убивает Любые попытки Увеличить Количество Глубокого Сна А это Считайте Как и не спать Вовсе Понял Да То есть Ты под бухачем Ты вырубаешься Но ты опять же Неглубоко спишь А в этом Типа и нет Смысля Никакого Дерьмо Ну и дальше Он в чатик В телеге Приглашает В котором они Там Правила Они постят Когда просыпаются И когда идут спать Типа Чтоб себя контролировать Дополнительно Как это говорят Social contract Социальный договор Жесть Там еще То есть Есть тусовка Какая-то Да То есть У них там Есть секта Небольшая Вот Ну слушай Я хочу прям Твой фидбэк послушать Несмотря на то Что я очень сильно Спать хочу Но я твой фидбэк Тоже хочу Мой фидбэк Такой Сложно Много надо делать Если сильно Охота в 5 утра Вставать В целом Из этих пунктов Можно сделать Ну Из 17 пунктов Можно наверное Делать Соблюдать Пунктов 10 Таких самых Жестких Вот Тем более Не все из них Каждый день Повторяются Не обязательно Что вы пьете Каждый день Бухло Правильно Поэтому Короче Пунктов 10 Делаете Не так сильно Мне кажется Можно следить За этим всем Говном Хотя Последить Наверное Надо Если вы уж Сильно Такие Типа Глубокофазачи Короче Или допустим Не каждый раз Надо душ принимать Я тоже считаю Ну типа Это лишнее Можно и так Спать Ложиться Грязным Короче Здесь Интересно Интересно Я тебе Что могу сказать 5 утра Это так Рано Во сколько Засыпать Надо Ложиться Получается Ну стало Быть Видимо В В 9 В 9 В 9 вечера Надо ложиться Спать Это же Как Это ты Если ты Что-нибудь Делаешь Если 9 вечера Спать Ложиться 5 В 5 В 5 Ну вот Да То есть Понимаешь Типа Типа Во первых Он очевидно Не женат Да это Я боюсь Что И не светит Ну В общем Это Не смотри Я Некоторое Время До того Как у меня Опять Очередная Активная Фаза ремонта Произошла Я вставал В 8 А это Для меня Очень рано Или там В 7 Я не помню Во сколько И на полном Серьезе Вот эти первые 2 часа Утренние Они очень Продуктивные У меня тоже Это работает Ровно так То есть Ну Серьезно Вот Я для себя Понял Вот Прочитав эту статью Что я Реально Попробую Соблюдать Ну просто Вот Те пункты Которые Ну банальные Типа там Не жрать Не пить чай Там Ну то есть Вот эти вот Все штуки Вот И посмотрю Буду ли я себя Комфортнее Чувствовать Или нет Потому что По поводу того Что утреннее время Продуктивнее Сто пудово Просто Ну вот Физически Не всегда Ты можешь Так Лечь Чтобы встать В 5 И не сдохнуть Сразу же В 5-10 Ну Жизнь такая Но бывает Вечерние дела Реально Друг из Москвы Приехал Да хоть что Да Стрим у нас В четверг Да вот именно Слушайте Постоянно Постоянно Вечерние дела Несмотря на то Что это Но как минимум Подкаст и стрим у нас Вторник Четверг Тебе разобьют Всю неделю Все Ты уже ничего не можешь Ты на английский Еще ходишь Я еще в 20-30 Только прихожу В понедельник С среду 5 Вот именно А ты там чай Еще пьешь Кого? Да я Я алкоголь Пью после этого Да я Я дальше Холодный душ Принимаю Вот Короче Просто Ну какие Это все Вот это сейчас Было рассказано Конечно Ну такое Я понимаю Что если бы я В 5 утра Стал Перестроил Но Подожди Но английский Ты бы не смог Передвинуть На 5 утра Понимаешь Там люди ходят Которые работают Там Да конечно У тебя тогда и жизни Нет Понимаешь У меня его нет И допустим Подкаста со стрима У меня нет Но тогда зачем Короче Это все Ну такое Такое Ну подкаст Мы могли бы оба На 5 утра Ну хорошо На 6 Помыться Там Побриться Перенести Вот Ну блин Это конечно Это надо хотеть Это надо хотеть Он нам лишь говорит о том Что возможно Утреннее время Продуктивнее Вечернее Для меня Стопудо Да у меня тоже Всегда мне нужно Это Утреннее время Вот такой ценой Потому что Оно продуктивнее Это продуктивнее Но если ты До 80 лет Дожил У тебя ни жены Ни детей Вообще Ничего И только Пэт-проджекты Ну не знаю Я тоже не знаю Нужны им После этого Или нет Потому что Ну ладно Это окей Но просто Понимаешь Хочется же Вот сегодня Хочется ладно В 5 утра Стать А завтра Хочется В час лечь Ну чё Вот как это Ну то есть Ну да Это тяжело Вот Ну например Опять же Не обязательно Пэт-проджекты На это место Можно просто Хобби Какие-нибудь Подставить Подставить Ну подставить И условно Если ты на полном Стрим Ну Выходит Смешно Выходишь В какую-нибудь Свою комнату Звукоизоляционную И 3 часа утром Там играешь На гитаре Чтобы зарядиться Бодростью Причём это Я не уверен Что хотеть Это в принципе Рабочая схема Это же надо Нужно настроиться На гитару 3 часа утром Я не уверен Можно же Можно даже Механические упражнения Я не говорю Творить И написать Какую-то симфонию Именно в 5 утра Хотя возможно Ну как бы На какой-то На 10-й день Уже и такое Переть начнёт Вот Или там Я не знаю На 10-й месяц На 10-й месяц В принципе У тебя чакра Откроется В принципе Если ты в 5 утра Будешь вставать На 10-й месяц У тебя там Другой человек Будешь Другой человек Другой человек Родится На 9-й Потому что Ну Что-то должно Как-то произойти Да Как-то энтропия Измениться От того Что ты настолько Сильно сотряс Вообще мир Своим Вот этим поведением Не знаю В общем Советы Про сон Стопудово Ну правильные Вот А Почему именно 5 утра Ну почему Не 6 хотя бы Ну то есть С петухами Ну видимо Ну короче Скорее всего Ответы на Некоторые Из наших С тобой вопросов Застержатся В книгах Why we sleep И Circadian code Я просто хотел Ещё заметить Что Вообще У нас В России С петухами Вставать можно Другими методами Ну согласен Жить просто С того Восколько Встал Востока Да Вот я кстати Смотрю сейчас Циркадный ритм И А чёрт Дерьмо CodeLife.ru Я думал тут опять Про кодерство И думал что это опять Какие-то Программистские темы Вот Но тут Тут всякие эти Рак Меньше развивается И всё Короче Циркадный ритм Это ключ к здоровью И к похуданию Ещё по всему прочему Ну ладно Я рад Там инфографики Именно из каких-то Журналов Nature Science Короче Да с видос Там о том Именно как мозг работает В общем надо вникать Там это не всё так просто Я думаю это секта Нет Там глубоко научное дерьмо Даже на Википедии есть Ну хорошо Ладно Хоть не секту прочитали А то бы сейчас было Что мы тут пропиарили Каких-нибудь Ну кстати Уважаемые наши подписчики Вы если в теме Вы напишите А я опять же уверен Что многие в теме Да я более чем уверен Более чем уверен А что у нас последняя темка Долгая или не? Очень быстрая Или вспыхая Мы можем её и перенести Если хочешь Потому что Циркадный ритм Не настолько конечно Она очень быстрая Если ты говоришь Очень быстрая То давай Короче Тема про то Последняя Как один чувак Олег Он видимо Поляк Написал своим чувакам Разработчикам CD Projekt Red Которые сделали Игру Ведьмак То есть Веб Всё уже Игровым разработчикам Компании CD Projekt Red Написал письмо В нём задал вопрос Какое стоит выбрать Направление в ВУЗе Чтобы впоследствии Работать вместе с ними Ему ответили Причём не сразу И он уже думал Что не ответит Но нет Ему ответили CD Projekt Red Написали Привет Олег Поздравляю Что ты так рано Начал думать о своей карьере А он там только в школе ещё Ага То есть Это не то Что он в 11 классе Ему вот Если они поздно ответят Он уже не туда документы подаст Ну вообще Нет Вообще Да Но Учится в старшей школе По направлению физма Ага Значит Они ему отвечают То Какое направление Ты выберешь Не должно зависеть От одной фирмы Но от целей Отрасли Которая тебе Наиболее интересует Подумай над тем Что ты хочешь делать Ибо у нас есть Должности Связанные Как с разработкой Игр В скобочках 3D FX Анимация Программирование Так и с бухгалтерией Маркетинг И так далее Задайся вопросом Что тебе больше всего интерес Интересует в этой области И развивайся в том направлении И чувак реально такой Нихрена Мне сиди против ряда Ответили Блин Я теперь Возможно действительно Мне это поможет Информация Классная И типа Стало легче на душе После прочтения Ему Он то ещё не знает Что ему поступать дальше В вуз Как бы Короче Такая Ситуация Абсолютно Нормальная CD Projekt Red Ответили Молодцы В принципе Ответили даже Как-то И по дефолтам Что мы с тобой Можем Что-то добавить Убавить Может быть Покритиковать CD Projekt Red Или покритиковать Олега Они нормально Ответили ребёночку Ну то есть Так и надо Отвечать детям Давать им шанс Показывать Что мир для них Открыт А там уже Они через Два дня Влюбятся И потом Просто сторчатся На героине С проституткой Какая-нибудь Зачем Ну то есть Это всё У детей Настолько всё Меняется Что Ну физмат Они очень правильно И классно Ответили Классно Им нужно было Только ответить Что Типа там Поторгуемся По-видимому Уже Отвечать Из игры Короче Я бы Чё Подумал Смотри Мне только Не понравилось Что он Блин Это невероятная Фирма У них Такое ощущение Что у них Вся страна Бредит тем Чтобы туда Попасть Я думаю Так и есть Это как В Беларуси Wargaming Ну блин Это так тупо Что как-то Даже и тупо Ну чё Это наверное Главный Валовый продукт От них зависит Ну вот да Смотри Смотри Если бы мы с тобой Если бы мы с тобой Отвечали Олику Что бы мы ему Посоветовали Вот более Есть что-то у тебя Более конкретное Или это классный ответ В целом Это реально Очень классный Педагогичный ответ Ну то есть Потому что Мы же не знаем Вводных Вдруг этот Олик Вообще музыкант Вот Тогда понятно В какую Они даже И не всё Покрыли здесь В общем и в целом В принципе да То есть Ну почему Может быть в натуре Работа со звуком Мало ли Понятно что Может быть он и чар От бога Ну да Им такие тоже Скорее всего Нужны То есть У них же достаточно Ну как бы Многопрофильный Бизнес Да и вообще Я согласен Даже менеджер По клинингу У них нужен Туалет и мыть В офисах Да Поэтому ну Я согласен с тобой И с ними же Согласен что Не надо на одной Компании Останавливаться Ну сказали бы Иди учи Программирование Там говно Круче Ну а Чё Это же Круче ещё А чё они Жизнь-то ему Ломать будут Вдруг ему Это не его Вообще Может на физмат И вообще Родители заставили идти Этого же тоже Они не знают Может он там Двоечник Тоже А тогда Ну какая разница Ну да Кстати да Ну вообще Правильно Правильная Постановка Это то что Именно чем ты Хочешь заниматься А не кем ты Хочешь быть Потому что Кем ты хочешь быть Ну понятно Директором мира Вот А вот что ты хочешь Делать Это другой вопрос Так что в принципе Они нормально ответили Типа что ты хочешь делать Вот именно Поэтому Они очень Педагогично ответили Они молодцы А И это конечно же Невероятная компания И Любите CD Projekt Да Да Они делают Много всего Да Окей Переходим К заключительному Хвостику Нашего подкаста Давай Давай Хвостик Называем Патронов А потом Обойка Блин У тебя нечего У меня ноутбук Разрядился А у меня тоже Неоткрытый Мы можем Как ящерица Отбросить Этот хвостик Нельзя Это тот хвостик Который нельзя Отбрасывать Но открой Тип лес У меня просто Реально Я бы мог У меня залогиниться Ты сможешь У меня залогинить Погоди Ну давай У меня 6% На переходе Так Может мне сейчас так зайдет А мне так зашло У меня уже авторизованный Компьютер Компьютер Авторизирован У меня Так Захожу Паттернс Заболоцких Отменил Плэдж Два года Он был нашим Патроном Да все Кидай его Нахрен Active Patterns All tears Причем Все Все Слезы Так Active Patterns Все вроде бы Верно All tears Погнали Я еще сейчас отсортирую По плэджу Поздравляем Итак Максим Макс Макс Ну Макс 40 долларов Макс Первый помощник Макс Спасибо большое Игорь Kative Production 20 баксов Тимур Икрамов 20 баксов Никита Ларк 20 баксов Константин Гончаров 20 баксов Иван Мерзавцев 20 баксов Понимаешь Это все штурманы наши На нашем корабле Понимаешь Это Я очень рад Я очень рад Всем этим людям С полуслова Десятидолларовые Десятидолларовые Почетные космонавты Петр Гульчук Константин Русанов Далее по списку Дмитрий Казарцев Графа Балмасов Алекс Яценко Ануар Балгимбаев Семибаксов Владимир Анохин Сэм Белов Шестидолларовый Космонавты Пятибаксов Космонавты Юджин Скакун Эндрю Савичук Павел Трофимов Дмитрий Скрипкин Антон Савинчук Дмитрий Перещук Игорь Ли Алекс Нью Бастон Илья Смагин Трофим Гладкий Бай Паша Погнали Петр Гаврилов Геннадий Хатавицкий Нотэнамбр Эльмира Халилова Андрей Чиг Рома Фролов Антон Потапенко Явеб Алекс Ефремо Иван Сухин Миша Хохлов Титус И все Остальные двухбаксовые Короче вот так Вот так Вот эти люди лучшие люди Что-то как-то так Я их перечисляю Каждого И у меня прям Знаешь как-то Сердце радуется Лучшие люди Спасибо вам чуваки Спасибо что заносите Спасибо что поддерживаете Спасибо Мы каждый раз смотрим На вот этих всех пацанов И прям Не устаем Записывать для вас подкасты Прошел всю вот эту хреновину Даже иногда стрим Окей Окей Теперь пойдем к обоечке Да Да Она у меня уже открыта Спасибо еще раз Чуваки Вы в нашей сердечке Прям Да Давай Обоечка Я вижу здесь На обоечке Сразу скажу Такой лофт Квартира Лофт комната Здесь стоит Двухспальная кровать King size Она стоит практически На Потрепанном таком ковре Из икеи Здесь есть Даже Какое-то такое Засохшее дерево Воткнутое в камешке И сзади Какое-то белое полотно Вот что я вижу Наш подкаст Наш подкаст Хочется подумать Все-таки Что из этого Наш подкаст Не хочется банально Говорить Понимаешь Вот не хочется банально Говорить Я скажу не банально Наш подкаст Это вот это вот Окно оранжевое Которое справа И окно оранжевое Оно радует глаз Понимаешь Вот ты когда находишься В этой холодной комнате Как наши зрители Слушатели И патроны дорогие Патроны точнее с нами Они там В оранжевой комнате В другой Классной Вот А слушатели Зрители Они вот в этой Холодной комнате И они смотрят Такие А через окно Блин Как классно Подкаст Есть жизнь Вот Тут как бы Такая комната Холодная Жесткая И вот этот Оранжевый цвет Он как бы Придает этой комнате Тепла Как наш подкаст Хорошо сказанул Прям мне даже нравится Вот Но у меня заготовочка У меня Заготовочка Немного другая Ну давай Наш подкаст Это вот эта колонна Которая за кроватью Так Она вот монолитная Ее трогать нельзя Вот Штробить ее никак нельзя Она несущая конструкция Так Вот И хоть мы и потрепаны Ну наш подкаст Немножечко уже потрепанный Там отвалился Немножко бетон По краям Ага Но мы еще не одну сотню лет Будем держать Как несущая конструкция Этот дом Вот Если только нас трогать Никто не будет Перфоратор Ну да Вот И будет прям круто все Я считаю Это такой признак Монументализма И при всем При том что мы уже Эстетически не так приятны Внешне Мы все приятнее и приятнее Я считаю Кто понимает Кто шарит Любят же лох Да Любят понимают Хотя вот я бы это все Как минимум загрунтовал Иначе будет пылить Очень сильно Ну вот Но возможно здесь так и сделано Мы же не знаем Да Вдруг здесь толковые ребята Здесь даже вот Если мы посмотрим на постельное белье Оно как будто такое прям Ильнино хлопковое Прям супер натуральное Такое прям Видно что На нем грубо Жестко лежает Да Ну может хоть матрас Хороший Хотя вот если честно Вот такие ножки Тоненькие По назначению Кровать вряд ли Можно будет использовать Но это Это реально странно Это Как это Декоративный бред Какой-то На деле Будет тяжеловато Ну да Конечно Придется на полу Или на ковре На этом Ну на ковре Видимо для этого Он здесь и есть Да Ну вот так вот Вот так мы с тобой Пофантазировали Сегодня Вот так мы сегодня Провели этот подкаст Для наших зрителей И слушателей Хотели блиться Получилось как всегда 100 часов Я кстати сейчас тебе скажу Знаешь сколько Час 41 Хорошо В принципе Можно было ожидать А кстати Это достаточно блицово Блицово Если так уж по честно Для нас блицово Но 3 часа ночи Поэтому Да Ладно Будем прощаться Будем в 5 вставать Я надеюсь Через неделю Наверное мы еще увидимся Хотя может и через 2 увидимся Учитывая новости Которые ты мне рассказал Так что да Да Ладно Давайте тогда спишемся Да И у вас всех Слушайте пришел Там новости Относительно проекта Будут А мы ставим на вас Опа Что До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok